Приветствуем вас в новом выпуске 8 сезона ЭКО в подарок. Напомним, что в нашу последнюю встречу герои вступили в свой первый протокол. Дарья получила в клинике все инструкции по проведению инъекций для стимуляции овуляции. Сегодня ребята приехали в клинику для очень ответственной процедуры – пункции фолликулов. Мы встретились с ними перед приемом, чтобы спросить, как проходила стимуляция и что показала контрольная УЗИ. Ну, конечно, очень волнительно. Я еще даже вчера не волновалась как-то, и уже это не первый мой наркоз, но первая в жизни пункция, и я волнуюсь за результат, потому что только после пункции я конкретно узнаю, за какие есть циклеты, какое качество. То есть мне даже сам результат более волнительный, чем процесс. Ну, надеемся на лучшее. Какое предчувствие? У меня изначально было предчувствие, что когда мы в проект уже, когда мы участвовали, что именно в этот проект попадем. Ну, сейчас вот ожидание, конечно, хочется, чтобы все, предчувствие тоже, что все получится. Ну, даже если прямо сейчас есть какие-то вопросы, у нас уже с врачом есть стратегия, что делать дальше, чтобы результат был лучше. То есть, ну, у меня в любом случае, я вижу только позитивные результаты. Какое бы там количество яйцеклеток и полученных оберенов ни было, оно же будет, значит, уже хорошо, уже что-то есть. Я всегда приезжала и на контрольную УЗИ каждые три дня, каждый день приезжала колоть лекарства, потому что самостоятельно я не смогла. Муж смог мне колоть только которые утром. Вот на УЗИ последняя контрольная показала, что вот у нас есть пять яйцеклеток, и две из них, к сожалению, уже в течение недели как-то не развивались, не росли. Две прямо хорошие, как говорят, и, ну, третья нормальная. Вот у нас будут пунктировать все пять, потому что мало ли, вдруг мы просто чего-то не знаем позже. То есть даже результаты будут конкретно после спункции. Наши герои заметно волнуются, но не теряют оптимизм. Пункция фолликулов проводится под анестезией, поэтому сперва Дарью ждет беседа с анестезиологом, и только потом она отправится в операционную. А мы пока спросили о предстоящей процедуре у врача пары Кристины Артуровны Лисович. Сегодня мы с ребятами планируем трансвагинальную пункцию. До этого в течение 10-12 дней мы отслеживали с ребятами, как растут фолликулы. И сегодняшний день настал очень важный для нашей пары. Соответственно, мы будем делать пункцию, затем уже оплодотворять полученные яйцеклеточки. Дальше наблюдать за их ростом и решать вопрос об эмбриотрансфере. Во время пункции врач под контролем УЗИ тонкой иглой забирает из яичников фолликулы, чтобы получить из них яйцеклетки для оплодотворения. Пункция выполняется под анестезией, поэтому Дарья ничего не почувствует. Пожелаем ей удачи, и вместе с Алексеем будем ждать ее возвращения из операционной. Мы сегодня провели трансфагинальную пункцию нашей Руссы и Дарьи. Изначально у нашей Дарьи, учитывая сложные анамнез, воспалительные явления, мы давали высокие дозы гонадотропинов. И учитывая эти высокие дозы, у нас всего выросло 3 фолликула. Мы спунктировали за 3 фолликула, но получили только одну зрелую яйцеклеточку. Но мы будем очень стараться, будем ее оплодотворять, и затем уже ждать, как будет расти наш эмбриончик и по возможности делать перенос. К сожалению, результаты пункции не совпали с ожиданиями наших специалистов, но надежда все же есть. И уже в следующем выпуске мы узнаем, как прошло оплодотворение и этап культивирования для эмбриона Дарьи и Алексея. Увидимся в следующем выпуске.